Привет, мои дорогие! Я очень рада, что мы снова сегодня с вами встретились. Я уже к вам привыкла, я уже многих из вас знаю по именам. Особенно спасибо тем, кто прислал свои рецепты, кто поставил колокольчики и лайки. Это очень важно. Я смотрю по цифрам, мы уже многих обогнали благодаря вам. Но я тоже для этого очень стараюсь. Напоминаю, программа наша не только кулинарная, она еще и стихийная. Кулинарная стихия Ларисы Рубайской или стихийная кулинария Ларисы Рубайской. Это одно и то же. А поэтому мы начинаем ее, как всегда, со стихов. Не закажешь судьбу, не закажешь, Что должно было сбыться, сбылось. И словами всего не расскажешь, Что мне в жизни прожить довелось. Что мне в юности снилось ночами, Что ночами мне снится сейчас. Отчего весела и печальна. Это долгий и грустный рассказ. Но жизнь прожить, но жизнь прожить, Не поле перейти. Судьба шептала мне, держись. Кричала, отойди. Судьба меня бросала вверх и сбрасывала вниз. Но жить боясь всего и всех. Какая же это жизнь? Вы со мной согласны? Я так думаю. Сегодня у нас, у нас сегодня сыр. Вот мы сейчас с этим сыром будем сотворять чудеса. Не просто сыр, а сулгуни, Который мы превратим в жареный сулгуни. Это все очень просто. Мы поставили сковородку, Налили в нее подсолнечного масла. Немного, но и немало. Чтобы у нас поджарился сыр. Сковородка должна быть очень горячая и толстая. С толстым дном это не повредит. Вот смотрите, как сыр. Чтобы сыр мог в ней немножко плавать. В этом масле. Он должен успеть поджариться, Но не растечься и не сгореть. Для этого мы должны за ним очень хорошо приглядывать. Знаете, есть такие люди, Которые очень хвастаются, Что они такие большие, великие, известные. А я очень не люблю, когда люди хвастаются. И не раз мне там говорили какое-то слово такое очень умное. А я не знала, что это такое. И люди такое делали лицо. Ну, как же такое? Ты жизнь прожила, ты филолог, Педагогические институты окончила. Не знаете, что это такое. И решила я с этими людьми расправляться по-своему. Подготовила я им такой тест. Я говорю, а вы, кстати, все знаете? Да, все знаем. Это сыр меня сейчас натолкнул на этот рассказ. Я говорю, тогда скажите, пожалуйста, Четвертую строчку басни Крылова «Ворона и лисица». Вы скажите. Я уверена, что вы так же, как и все, Начинаете перебирать. Вороня где-то бог. Как? Вороня где-то бог. Познал кусочек сыра, да? Чтобы дойти до четвертой строчки. А и неправильно. Вот тут я и выходила в дамки. Потому что я говорила, Это все неправильно. А правильно. Вот как. Уж сколько раз твердили миру. В 100 лет груза груза знает только все не впрок. И в сердце, естественно, всегда отыщет уголок. Вороня где-то бог послал кусочек сыра. Это и есть четвертая строчка. А если вам такие вещи интересны, Я каждый раз вам буду рассказывать. А вы подготовьтесь к следующему разу. И вспомните, как начинается Евгений Онегин. Если вы скажете, Не мыслей гордый свет забавить, Я вам скажу, нет, не так. Я тут с вами заговорилась, И вон все напутала. Нужно же сначала яйца разбить, Взбить их, а потом уже муку. А я муки насыпала. Ну, ничего, мы умеем исправлять ошибки. Работа над ошибками – Важная составляющая нашей жизни. Главное не стесняться. Ошибся, признайся. Я сейчас же могла такую тут саиту развести, Что вроде так и должно быть. Нет, ребята, я ошиблась. Но это не страшно. Все поправимо. Вот уже и яйца у нас взбиты. Раз, раз, раз. Все готово. А теперь всыплю муку. И все. Кляр должен быть, как густая сметанка. Ни жижи и ни гуще. Кстати, и хорошо, что в двух мисках. А кажется, много или кажется, мало. У нас самый раз. Главное, как следует размешать вот этот кляр. Нужно, конечно, бы миксером, Но каждый раз можно включать, выключать, мыть. Так вот тоже можно сделать. По-моему, хорошо у меня получилось. И теперь осторожненько, Чтобы не очень поднять брызг, если получится. Мы будем вилочкой класть этот сыр. Запоминайте. Вот показываю еще раз. Вот такой консистенции. Раз. Есть опасность. Если вы один раз это сделаете и попробуете, Вы будете все время этого хотеть. Но, сами понимаете, от этого килограммы не убавляются. Но мы же с вами договорились. Мы не заботимся о килограммах. Мы заботимся о том, чтобы было вкусно, весело, радостно. И чтобы была удача. Мы для этого все и делаем. У нас же не зожжа, а у нас сожжа. Счастливый образ жизни. Солнечный образ жизни. Кстати, это интересно. Когда фотографируются, все говорят, скажите, сыр. Вот как ни странно, японцы говорят по-своему. Они вместо чиз говорят тизу. Все говорят тизу. Что-то сыр и тизу одинаково получается. Мне сейчас, конечно, уже можно начать прибавлять вкусности нашему блюду. Видите, у меня что тут? У меня тут брусника. Опять в саду олеют грозди, как подобает январю. Ты был моим недолгим гостем, но я судьбу благодарю. Мы были оба несвободны. Нас в этом некому винить. И не связала нас надолго с судьбой запутанной нить. Это вообще-то не про бруснику, а про грозди рябины. Тоже ягода, тоже красная. Пришло в голову и прочитала. Кстати, там еще продолжение есть. С той далекой нашей ночи изменился ты не очень. Хоть глаза горят, хоть глаза глядят серьезно, а в улыбке грусть и след. А он ей отвечает. С той далекой ночи нашей стала ты не... Ну, совсем не стала старше. Хоть с той зимы прошло морозных и с долгих грустных лет. Не знаю, грустно это или нет, но... Одна артистка наша пела, ей аплодировали. Значит, это было не так плохо. Все, сейчас мы еще раз перевернем, уже у нас не растечется, потому что схватилось. Можем начать готовить. Знаете, как бы это назвать, если по-модному назовем это топпинг. Красивый топпинг. На самом деле, просто соус брусника. Вот мы сейчас положим сюда бруснику. Добавим сахара. Это так вкусно, так сочетается горьковато-сладко-кислый вкус брусники. Но если брусники нет, у меня бы тоже не было, если бы ни одна замечательная Машенька из Тверской губернии приходила в Твери на мой концерт. Теперь присылает мне завороженную бруснику. Машенька, спасибо тебе большое. И я вот могу теперь всю зиму делать этот топпинг. Да, еще знаете, что хорошо? Немножко крахмала добавить. Потому что, если это густой топпинг, то у него и вкус лучше, и вид крашен. Немножко крахмала, водички просто. Потом немножко загустим этот топпинг. Так, что-то у меня начинается шипение. Нет, все хорошо, все хорошо. Все классно. Шипит брусника, жарится сыр. Ой, ребята. Ой, ребята, как я это все люблю. Как я люблю, когда люди приходят. Вы знаете, я иногда так говорю, что я довольно быстро поднималась по этой лестнице, которая называется песенная поэзия. В эстраде ко мне приходилось там много гостей. Я всегда говорю, ну, всегда говорят, что девушки часто делают карьеру через определенный предмет мебели. Сами знаете, что имеется в виду. Так я всегда говорю, я тоже делала через определенный предмет мебели. Он называется газовая плита. Я каждый день готовила, жарила, варила. Ко мне народ тянулся. Говорили, кто хочет поесть, идите к рубайске. И там накормят, напоят. И так приходили поэты, композиторы, музыканты. И получались песни. Так что вкусно кормить – это прямой путь. Лестница вверх. Теперь мы сюда наливаем коньячку, ну, немножко. Вот сейчас сам вот этот коньячный дух выветрится, а останется просто вкусный дух. Алкоголя не будет. Можете спокойно этим полить, этой вкуснотой. И потом сесть за руль, никто вас не поймает. А если поймает, скажете, вот тетя рубайская научила, то ее прав и лишайте. А меня милиция любит, мне ничего не сделают. Я им стих написала на милицейский праздник, а теперь мне ничего в милиции не сделают. Но я, в общем-то, ее не нарушаю. Вот я налила крахмал, помешала. Сейчас все загустеет, и будет очень классно. Во-первых, для духу положим одну гвоздичку. Это никогда не вредно. Сразу такой пряный-пряный хороший аромат. Ой, Господи, я про какое слово не скажу. Про все у меня песенка есть. Забери свои гвоздики, не такой уж ты великий. Но это не это гвоздик иметь в виду. Я думаю, что у нас это готово. Топпинг, веди себя хорошо. У нас важные дельцы. Вот так, например. Ну, смотрите, не красота ли получилась. И красота, и вкуснота. Ай да. Шипит. Аппетитно. Пахнет замечательно. А теперь мы будем работать украшателями. Вот смотрите, вот такой вот штучкой можно стружки апельсиновые нарезать. Вот я, видите, как я делала? О, просто так настругали. Для красоты. Потом никому все подумают, что это морковка, а это апельсин. И запах будет, и красота. Вот у нас сыр уже здесь. Теперь мы берем, очень красиво поливаем ложкой. И так, понемножку. Топпингом. Не забывайте новое слово. Топпинг. Вот так вот ложкой. Можно, конечно, перевернуть всю эту штучку, но будет некрасиво. Вот так красиво. Как в ресторане. Вы же хотите, чтобы у вас все сказали. О, какая красота. Чтобы было совсем убойно красиво. Берем шпинатные листья. У шпината нейтральный вкус. Он не портит вкус. А вы можете их в крайнем случае не есть. Но положить для красоты. Это же просто чудо, как хорошо. Еще парочку. У нас такая клуба. Нет, пожалуй, не нужно. За красотой следим. Не нужно. И теперь припорошим это все апельсиновой стружкой. Не чудо ли у нас получилось? Это просто версаль. Я не знаю. Посмотрите, какое чудо. Один влиятельный жираф хотел пожить, как граф. Иметь дворец, сказной ларец, а также книжный шкаф. Зачем жирафу книжный шкаф? Он книжек не читал. А просто он пожить, как граф. Мечтал, мечтал, мечтал. Мы тоже мечтаем о красивой жизни. И очень легко ее создаем. Всего-то им надо два яйца, пара ложек муки, кружочек сулгуни, горсточку, брусники. Ой, нет, есть один компонент, без которого не обойдешься. А, кстати, он нам не повредит. Продегустируйте это блюдо. Это коньячок. Немножко коньячка, для того, чтобы сосуды расширились. И гость уже на пороге. И как у нас полагается в нашей программе. Загадываем желание. Говорим тост. Все в жизни бывает, и все может быть. Из нас только пленник, не каждый. Но главное просто кого-то любить, а все остальное неважно. Встречаем гостя. Загадываем желание. Дотрагиваемся до моей счастливой руки. Выпиваем. Закусываем. И счастливы, чего я вам и желаю. До встречи.